Доброе утро, друзья! У нас очередной день. Мы выходим с вот этой вот гряды атоллов, великолепных атоллов. Сейчас поднимаем якорь и начинаем выдвигаться в сторону Амбона. И это у нас уже будет до Большого острова. Один переход. Нам до него где-то 120 миль. Где-то половину мы будем идти на парусах, половину моторить, потому что мы заходим в ветровую тень острова. Но я вам покажу потом прогноз погоды, вы поймете почему и как. Доброе утро, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы вот уже вышли от острова. Сзади меня этот наш островок, вы видите. Тут небольшой ватер-турбуленции. За счет острова ветер как бы заходит. И мы сейчас идем остров 50 к ветру. А вообще с этим курсом у нас должно быть где-то 110 к ветру. Субтитры сделал DimaTorzok Идем мы под парусами и идем хорошо. Надеюсь, что скоро вот эта вот болтанка прекратится и будем идти более ровно, уже непосредственно, так как нам это делать удобно. Мы сейчас едем все четенько, согласно прогноза погоды. Прогноз погоды сейчас совпадает просто идеально. Вот эти острова где-то вот тут. Ветер имеет вот такую вот зону. Дальше начинается ветровая тень и все, ветер выключается. Вот эти острова, вот их видно вдалеке. Мы их прошли еще где-то миль 7-8 и ветер должен закончиться. Как раз нормально. Мы вот сейчас еще пока светло. У нас как раз почти 5. У нас в полседьмого будет темнеть. Мы как раз доходим до темноты. Еще чуть-чуть едем там на остатках ветра. Ну там буквально полчаса. Потом сворачиваем паруса. И дальше 70 миль где-то мы будем двигать уже на моторе. Но там ветра уже никакого не будет. И к утру мы уже приедем ближе к точке, вот туда, куда нам нужно. Ну и как бы будет вам отчет. А ночью мы просто будем моторить. Полные паруса. Ну и условия уже стали, ну вот вообще идеальные. Хотя я не люблю ходить против ветра. Но против такого ветра, как сейчас, уже как бы хоть волны еще и есть. Но ходить уже вполне комфортно. То есть лодка едет быстренько. Никаких проблем у нас с этим нету. В общем, такой яхтинг, конечно, очень комфортный. Хотя если бы это был ветер, который дует сзади, он был бы лучше. Но после амбона уже должен быть такой. Доброе утро. У нас рассвет. Вот сейчас смотрите. И вот вы видите, идут волны такие. Они не то чтобы... Эти волны не то чтобы большие, но они... Это свэл. И он такой боковой, очень неприятный. И сейчас он уже, конечно, подутих. Потому что, ну если вот вы видите на горизонте полоску, это уже вот этот большой остров, к которому мы подходим. И сейчас волны идут с двух сторон. Оттуда сюда и оттуда сюда. Но в данном случае это не страшно. Страшно было, когда они всю ночь шли сбоку. И лодку вот так вот. Боковая качка такая, роли неприятная. В общем, мы на парусах прошли намного больше, чем я ожидал. Мы прошли где-то на 15 миль больше. Что очень хорошо. Потому что мы смотрели по прогнозу. Там уже было такое просто вот вообще абсолютно безветрие. У нас еще дуло. А потом попали в такую качку. Когда нас вот так как стиральная машина со всех сторон. Но я так понимаю, что это мы вышли из зоны как раз, где идет основное течение. И вышли в другую, где течение было какое-то другое. Они между собой встречались и делали вот этот water turbulence. В общем, мы сняли паруса. И уже с того момента пошли под мотором. И наша скорость где-то 4, 4, 5. Потому что что-то нам помогает еще двигаться. До большого острова нам осталось где-то 25 миль. Скоро подойдем. Ну а пока пойду себе сделаю чашечку кофе. Потому что моя вахта была сегодня с 5. Вот сейчас у нас с 5 до 8. И за счет этого ролика спать-то таки хочется. Ну вот и самое оно. С молоком сладенький. Великолепно. Обожаю такой вахт с утра. Мы сейчас проплываем возле такого домика дядюшки-тыквы. Которые ловят, наверное, кальмаров. Сейчас я вам покажу. Вот они. На самом деле они ближе, чем на камере. Но эти фермы, они ночью подсвечены. Поэтому их хорошо видно. Их можно обходить. А я читал в Локции. Там написано, что иногда этих ферм нет. И стоят просто буи. И непонятно. То есть их там фотографировали. Уже было серенько так. И они еще не светились. Может быть ночью на них есть какие-то огни. Если их нету, это такая фигня размером с холодильник. Если в нее заехать, я думаю, вряд ли что-то будет фатальное. Но лодку поцарапать можно. Или там даже ломать кусок. Никому бы этого крайне не хотелось. Так, ну вот мы сейчас подошли к той точке, которая у нас была обозначена как заход сюда, в этот пролив между островом и материком. Перед входом нас будет ждать water turbulence. Я думаю, на камере вам не видно. Но я вижу такие белые барашки на волнах. Я думаю, это где-то метров 500 и должно стихнуть. Но я вам сейчас это все покажу, как мы ближе подъедем. Вот видите эти волны, которые идут такие прямо напротив нас, встречные. Это те волны, которые образуются за счет течения, которое выходит из залива и встречается с течением, которое проходит вот оттуда. Поэтому, ну это не болтанка, а просто, ну считайте, такой water turbulence небольшой. Но его хорошо видно, потому что вот и свел, и такое. Постаю, подержу, я думаю, вы поймете. Оно такое, достаточно серьезное, там по сантиметров 70 волна, наверное. Вон, даже спереди немножко барашки обрушиваются. Ну вот это и есть water turbulence. То есть ничего страшного, просто я это показываю вам, чтобы вы понимали, что происходит при заходах. Ну и вообще, как вот устроена вода, по которой вы ходите лодкой. Ну что, как вам волны спереди? Нормально? Теперь давайте смотреть на волны сбоку. Это ровно через 500 метров. Теперь все волны идут вот отсюда. Ну и еще так вот метров 400 вот туда. И опять будет что-то по-другому. Вот мы зашли сейчас внутрь бухты. И видите, вот здесь гора идет вниз, и там гора идет вниз. И оттуда дует на нас. А это то место, куда нам и нужно. И, кстати, мы решили, возможно, мы не будем останавливаться перед. А будем проходить сегодня, если у нас получится по-светлому, через этот канал. Потому что завтра нам нужно попасть в бомбон. Если мы туда не попадем, то нам будет такой мордотык, там под 25, даже больше ветра. И ладно бы там как-то под углом, чтобы можно было ходить. А то нет, прямо туда, куда нам надо. И нам идти 30, там почти 40 миль. И если мы будем ходить галстами, мы просто не успеем. Поэтому нам нужно как-то сделать так, чтобы до этого всего мы успели зайти в бомбон. Вот это прямо перед нами, вот это такая вода блестящая. И там дальше ребристая. Видите, нас все время отворачивает вправо. Это как раз вот здесь вот water turbulence. Это здесь водовороты, и все это вот поворачивает. Причем нам туда совсем не надо, нас просто туда тащит. У нас тут с этих гор идет катабатика. Нам нужно успеть вовремя к заходу солнца. Мы открыли хотя бы передний парус для того, чтобы ускориться. Мы сейчас идем больше пяти. С такой скоростью мы еще там плюс-минус можем успеть. Вот этот разрыв между скалами, это вход в канал, и он идет вот так вот под углом влево. А у нас тут вот такая вот погода с тучами. О, радуга даже есть. Так, подходим. Впереди уже появилась зона турбулентности. То есть это то, что оттуда выдувает. Здесь, конечно, такие объемища воды ходят туда-сюда. Ну и тут у нас эта красота сбоку висит. И течет на голову, но пока еще не сильно. А спереди турбулентность, и нам туда налево проходить. У нас уже скорость упала с 5,5 до 3,5. То есть это мы еще 2 мили до входа. Посмотрим, интересно, получится вообще пройти или нет. Потому что плана Б у нас нет. Если мы сейчас не сможем пройти, то нам особо одеваться некуда, потому что будет уже темно, а тут новая акватория. Я не знаю, что здесь куда идти. Поэтому нам нужно будет проходить пока светло, ванвей и никаких вариантов. Так, уже почти подходим. Вот уже видно этот просвет. Скорость у нас 3,7. Я добавил оборотов. У нас 1800 оборотов. При таких оборотах у нас такая скорость. Я взял чуть-чуть правее, чтобы зайти как бы сразу под углом. Глубина у нас уже 115 метров, а проход будет около 5 или 7. Очень мелко. Так, ну что, вот мы подходим к точке входа. И еще буквально там 50 метров. И будем поворачивать налево, чтобы пройти вот так вот. Там деревушка, пирс, и нам нужно вдоль него пройти и пройти насквозь. Так, ну вот, заходим. У нас уже слева мель. Ее тут не видно. Там спереди буруны. Глубина 22 метра. Я рулю руками. Очень остросюжетно это все. Очень. Скорость у нас увеличилась. То есть все окей. У нас сейчас скорость 4,7. 4,8. 4,8. То есть нас отсюда выливает. Глубина 9,7. Ну, в глубина я даже смотреть не хочу. Я сбросил обороты. У нас скорость сейчас больше 5 узлов. Вот сейчас мы идем вот близко к берегу. Слева вроде как по глубине нормально. Справа риф. Но здесь не видно ничего, потому что против солнца. Глубина у нас сейчас 9,5. Глубина 8,5. Вот мы идем в канале. Ширина канала вот уже тут мелко. Пошли волны, турбулентность. Ох уж и канальчик. Это течение не сильное. Не-не, оно нам помогает. Оно нам на выход тащит. Это вот эти волны. Это как раз вот это же вот течение и есть, которое от нас наружу идет. 7,8. 7,8. 1,2 мое. 8,6 мое. 2,3 мое. 9,3 мое. Восемь метров Уже вышли у нас, растет глубина, я вам скажу, это остросюжетно, потому что, ну, такой вот турбулент, узко, непонятно куда идти, глубина 7 метров, и это с самой глубокой точки, и она такая, вот все стороны уменьшается, ты смотришь, чтобы 7,1, 7,0, такой, вот повернул, 7,1, значит, Правильно, уже вот 10,2? Да, уже все, уже халява! Оке-ки отложены! Все, вытрусили штаны, и идем дальше, ну, мы сделали, и это, вуала! Ой, ой, ой! Ты заедаешь стресс? Угу. О, ловы! Чего, вот так идешь, и вся акватория вокруг забита всякими рыболовецкими сетями какими-то ловушками. А у нас все дожди вот до вечера прошли, посмотрите, закатное время. И ветра нету. К нам дельфины пришли. Ой, какие прыгучие! Прыгучие, маленькие такие, хорошенькие. Вот они, класс! Много так! Тут вот даже, вон, у нас лампочки горят, правда, не видно ничего, но видно паруса немного. И на берегу огоньки, это все деревни. Нам еще идти где-то 15 миль, и здесь куча этих ловушек, но хорошо, что они хотя бы светятся. Короче, мы бросили якорь. Это вообще просто такое плато посередине. Тут какой-то город, какие-то рыбаки все ездят, там светом светят. Какие-то буи стоят. В общем, посередине этого всего. 400 метров глубины, и такое плато, на котором 8 метров. И так плавно к нему заезжают. Как плавно? В течение, не знаю, одной якорной цепи. Мы с 8 метров уехали на 35. То есть, я вывалил 70 метров цепи прямо сверху, натянулись, но вроде как бы стоим хорошо. Но очень остросюжетно. И завтра с утра встаем и двигаемся дальше, потому что здесь двигаться ночью невозможно. Такое количество этих всех людей, которые вокруг на лодках ездят, просто мрак. Что? Такая нарядная. Потому что я на носу стояла последний час, в отличие от тебя. Ну, а я рулил. Хоть кто-то должен был это делать. Вот, кстати, вы спрашиваете, почему без жилета. Ну, вот это тот случай, когда жилеты были нужны. Вот, короче, мы здесь находимся. Вот сюда нам завтра надо. Вот здесь мы находимся. Вот здесь, чтобы вы понимали, деревня. А тут просто какое-то одно мелкое пятно, на котором 8 метров глубина. То есть, мы просто такие шли-шли посреди океана, бросили. Чтобы вы понимали, вот это расстояние, это пол мили. То есть, это достаточно далеко. Так, ну что, у нас тут 5 утра. И такая качка жесть просто. Это бракобесие. Это непонятно, что хуже. Либо стоять вот так, что качая из стороны в сторону. Либо идти рассматривать эти фады. В общем, я думаю, что через полчаса уже рассветет. И будет, ну, сильно лучше. Может, паруса поднимем, пойдем к нас. Ну, будем, короче, импровизировать. Нам идти 30 мили всего. Ну, вот уже стало совсем светло. Правда, от этого не стало суша. Хотя, если вот посмотреть на то место, где мы были. Там над горой висела большая туча. И с нее капал такой гадкий дождь. Но тут тучи нет. Но зато есть туча туда, где мы идем. Вот видите, висит над большим островом. Не над вот этим маленьким, который вначале, а там дальше. И нам за вот этот край острова поворот. Это все там находится. В общем, погодка такая, конечно, мерзопакостная. А вот эти буи, лодочки. Там еще спереди несколько штук стоит. Мы с ними разминаемся. Да. Мы, кстати, одну такую ночью без света чуть не въехали. Ну и как, это было такой close call. Дина заметила такую тень, которая мимо прошла. То есть, ну, это было метров там 30 от нас. Мы ее просто не видели. Они со светом, но, как видно, далеко не все. Ладно, такое. Ну, бывает уже хотя бы день уже все. Кстати, еще важный момент. Тут много людей писали по поводу того, что очень тяжело зайти. Потому что очень большие встречные течения. Но мы вот вроде как бы выбрали подсайт. Так вот я аккуратненько пока еще это говорю. Ну, вот мы идем 4,5. А вообще, если будет дуть сильно в морду, то наша скорость будет 2. Поэтому пока все получается окей. Но нам вот до угла дойти и повернуть. И я так буду спокойно. У меня стратегия сейчас такая. Давайте я вам расскажу. Вот увидите, я иду близко к берегу. Это не просто так. Вот здесь можно посмотреть. То есть, у нас до берега где-то метров 500. Наверное, вряд ли больше. А это все из-за того, что где-то в одной миле по нашему старборду начинается ветер. И где-то он будет в районе 20 узлов. И ветер прямо в морду. А там, где ветер, там и течение. Поэтому мы ловим небольшое течение, которое идет вдоль берега в ту сторону. И идем 4+. Даже 4,5 иногда до 5. А если мы уйдем немножко в сторону, то у нас тогда будет скорость 2. И придется ходить галсами. И это будет очень долго. Потому что у нас лавировочный угол с учетом течения будет, я думаю, градусов 150. То есть, это даже на катамране. Люди, которые ходят, знают, что это очень много. Поэтому мы решили пойти ближе к острову. По моторам. Нам всего там 10 миль по моторам. Потом поворачиваем налево. И уже на финальную точку. Это не просто турбулентность. Это король турбулентности. Здесь весь океан кипит просто. Конечно, помойка на воде. впечатляет. Столько здесь всего плавает. Здесь улицы стекают. Да, да. С улицы все стекает. Пакетики из-под сока или что это. Техтарика. Шоколадная. Да. О, лодка стоит. Вот этот городок, вернее, та часть, которую мы видим, прибрежная. Сейчас погодка, конечно, припаршивая. Вот так вот выглядит амбон. А вот там спереди даже стоит круизный корабль, который сюда туристов привез. А так, про муха, про мухой. Мы нашли здесь катамаран и монохол. Стоят, а вот эта вот плавающая херобора, это фиш-ресторан тут для местных. Ну, или там какая-то рыбная заготовка. И они вот здесь вот, короче... Ой, извините. И они вот прямо к нему встали. Вот такая вот история. Круизняк стоит, вон туристов возят. А вы спрашивали, зачем мне бинокль? Я им не пользуюсь, я им пользуюсь, чтобы вам все показать. Мы заходим сейчас на приливе. И вот смотрите, здесь как раз вот видно, как течения соединяются. Потому что вода сюда наливается. Выглядит прямо страшно. Какой water turbulence. Такое впечатление, как будто та вода, которая дальше, ее еще и больше. Она выше по уровню. Смотрите. А чтобы вы знали, что это происходит, это вот эта желтая, это пресная вода дождевая, которая в горсть смыла ее. А прозрачная, это соленая. Она просто смешивается. И вот в том месте, где смешивается соленая и пресная вот такая вот water turbulence. Потому что новая вода сейчас наливает. Мы на приливе сейчас находимся. А эта вода, она здесь была. То есть просто сюда дальше добавляет еще соленой воды, и она смешивается. Посмотрите, видите, вот такая блестящая пленочка. За нами ее нет, а вот левее есть. Это дизель разлив. И весь порт покрытым. Я вам уже говорил, что мы будем идти под мостом. Вот нам нужно пройти вот этот перешейк, и мы будем где-то вот здесь вот стоять. Мы сейчас проходим, смотрите, вот контейнеровоз такой мини-формата. Спереди уже там вдалеке виден мост. Сейчас, правда, погода плохая, но что-то-то заметить можно. Вон какой косл стоит перед нами. Мы сейчас его по старборду пропустим. Китайский. Я на холостой ход дал, чтобы себе ничего на винты вот этого говна, который тут плавает, не намотать. Ужас какой. Какие-то строительные пакеты. Вот просто мусор выброшенный. Да, да. Хайянг Ши Ю. Это какой-то ойл, что ли? Вот это Ю последнее. На масло похоже. Так, подходим к мосту, уже заливает. А вот это вот, ребята, на тузики едут. Это Марин Полис. Сказали, все окей, проезжайте, тут все безопасно. Так, вот уже почти подошли. Сейчас уже буду выравнивать, чтобы пройти прямо посредине. Как думаете, пройду? 34 метра. У нас мачта 21. Остановились, смотрят, пройду я или нет. На мост, смотри, проходим. Я так не знаю, Сереж. Да, вроде. Нормально, там еще запасы есть. Что-то он нам показывает. Да, что ехать. Ну что, ты прошел? Да, прошел. Сказали принять вправо. Да. Сейчас приехала полиция, проверили, кто мы. Это просидор, донеси. Спасибо большое. Полиция уезжает. Проверили у нас все документы. А у нас все документы оказались в порядке. Ну, они вообще не трэблмейкеры. Они просто делали свою работу и все, пофоткались. У меня фотка есть, а она уже в инстаграме запущена. Но они, конечно, прикольные, да? Да, такие запреки. Ты им там написал, типа, переводчики. Погода плохая. Они стали такие, ой, извините, извините, что задерживаем. Они такие... Очень веселые, ребята. Они такие спрашивают, а сколько вы уже здесь на Амбоне? Мы говорим, да мы только пришли. Они такие, да только пришли, так там уже погода, жесть. Мы такие... Так, все, мы бросили якорь в дальней бухточке, которая за мостом. И нам здесь нравится. Она такая, конечно, тоже с мусором. Но она какая-то уютная. Такое впечатление, как будто здесь все свои. И надо сейчас будет выйти на берег, посмотреть, что тут. Но пока вот я вам покажу. Какие-то строения. Такие люди живут, вот лодки стоят. Такая абсолютно ровная вода. Вот просто такая, как я хотел, чтобы выспаться. Субтитры сделал DimaTorzok